В Ростове устранены дефекты дорожного покрытия общей площадью почти 6000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. За месяц ремонт провели более чем на 20 улицах. Работы на объектах выполнялись в ночное время, чтобы не создавать заторов на дорогах. Дорожные знаки в России уменьшатся почти вдвое. Новые форматы поддержали в ГИБДД. Там признали успешным эксперимент, который ранее прошел в пяти регионах и решили распространить его на всю страну. Минимальный размер некоторых дорожных знаков теперь 35 на 35 сантиметров, а до этого он был 60 на 60. Круглые знаки теперь стали на 10 сантиметров меньше. Такие плюсы считают в госавтоинспекции очевидными. Миниатюрные знаки дешевле, не так портят внешний вид улиц, при этом водители практически не увидят разницы. С 4 февраля пассажиров в аэропорт Платов будут возить автобусы большой вместимости. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Новые автобусы рассчитаны на 44 посадочных места, оборудованы кондиционерами, багажным отделением и электронным информационным табло. Стоимость проезда и схема маршрута не изменятся. Пассажиры смогут использовать как наличный, так и безналичный способ оплаты. Служба таможенного контроля совместно с сотрудниками Южной оперативной таможни раскрыли продажу нелицензионной табачной продукции. Около 3000 пачек безакцизной марки нашли в специализированном магазине. Обнаруженные изделия изъяты по факту нарушения, возбуждено уголовное дело об административном правонарушении. В Ростове определили победителей девятой премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник Юг». В заочном этапе участвовали 113 проектов, реализованных в 2018 году. 20 из них попали в шорт-лист и были допущены к публичной защите. Целый ряд проектов очень интересных и очень профессионально сделанных. И они все очень хорошо смотрели и будут смотреться не только здесь на юге России, но и на федеральном уровне в Москве. То есть целый ряд проектов я с большим удовольствием смотрел. И более того, если бы мне поставили задачу критиковать их, это было бы очень сложно, потому что они сделаны очень хорошо, скомпонованы. Премия «Серебряный лучник Юг» вручается с 2011 года. В конкурсном отборе участвовали проектные команды из Южного и Северокавказского федеральных округов, Республики Крым и авторские группы из Москвы, которые проводили пиар-компании на территории Краснодарского края. Победители определили в пяти номинациях. Два проекта примут участие в публичных защитах национальной премии «Серебряный лучник» в Москве. Социальные сети стали важной частью общественной жизни. Просмотр ленты и общение онлайн порой занимает больше пары часов в день. Сегодня мы выясним, какие социальные сети выбирают ростовчане и почему. Инстаграм, ВКонтакте, все. Ватсап. Почему именно они? Ну, потому что давно я там, удобно. Инстаграм, ВКонтакт, Одноклассники. Почему именно они? Не знаю, ну, нравятся. Одноклассники все. А почему именно они? В смысле? Что вы там делаете? Ну, наш возраст в основном ищет себе одноклассников. В основном я пользуюсь ВКонтакте и Инстаграме. Что вы там делаете? Ну, в основном ВКонтакте я общаюсь с людьми и ищу работу. А в Инстаграме? В Инстаграме я, ну, просто там фотографии выкладываю и тоже лайкаю друзей. Тоже могу общение найти какое-то. ВКонтакте, Инстаграм, да, большинство. Почему выбор пал именно на эти социальные сети? Ну, потому что очень распространенные новости. Можем смотреть за товарищами, там, по службе мы сами военные. Инстаграм, ВКонтакте. Почему выбор пал именно на эти социальные сети? Удобно, быстро, понятно.